Мы рады видеть всех, рада видеть Татьяну Викторовну и вас всех, уважаемые коллеги-слушатели. Мы сегодня будем говорить про такую проблему, как многократная группа. Я рассчитываю, что здесь у нас есть воспитатели, педагоги дошкольного образования и педагоги школьного образования. Собственно говоря, информация, она такая более универсальная и подойдет вам всем. Многонациональные группы у нас появляются все чаще и чаще. Мы живем с вами в активном, динамичном, движущемся мире. И люди по этому миру передвигаются с большой скоростью. Эта скорость увеличивается год от года. Ну и позвольте представиться, Мария Тагмянина. Я психолог, практикующий психолог. И сегодня я буду говорить немножко со своей колокольни. То есть мне хочется рассказать вам про то, что значит миграция с психологической точки зрения. Мы с вами познакомимся с особенностями семей и родителей разных национальностей. Поговорим о разных менталитетах. И, конечно, поговорим о том, как работать с родителями детей разных национальностей, с родителями-мигрантами, для того, чтобы сделать свою жизнь более спокойной, а свою работу более плодотворной. В нашем чате принимаются вопросы. Вы можете спрашивать о чем-то общем, а также можете рассказывать про ваши ситуации. И мы все вместе, вместе с чатом будем искать ответы. И, может быть, советы всей нашей рабочей группы будут для вас полезными. Поэтому пишите, пожалуйста, в чат, не стесняйтесь. А давайте я уже начну. Итак, мы говорим про миграцию. Ну и за последние годы в нашей стране, я имею в виду Россию, миграция, она очень сильно изменилась. Если несколько лет и десятилетий назад это была мужская миграция, то есть люди приезжали из соседних стран в поисках заработка. И огромное количество трудовых мигрантов начинало жить и соседствовать с нами на территории всей России. Но прошли годы и десятилетия. И получилось так, что люди, которые хотели, ну, может быть, поработать, подзаработать один, два, три года, вдруг поняли, что этот процесс затягивается, может быть, кто-то понял, что Россия прекрасна и гостеприимна, и здесь можно работать, зарабатывать и вообще жить. И вслед за мужьями потянулись их семьи. То есть сейчас у нас живет очень много семей разных национальностей. Есть уже семьи, ну, как бы с разными национальностями. То есть, например, жена русская, а муж выходец из какой-нибудь Среднеазиатской республики. И, кстати, очень много примеров, когда этот брак по-настоящему удачен, и дети от таких браков уже приходят в детские сады и школы. То есть уже этот процесс, который длится несколько десятилетий, он постепенно переходит вот в такую фазу, что люди ассимилируются, находят семьи, либо привозят свои семьи сюда, и уже начинают жить оседлой жизнью на территории России. Ну, и еще, к большому сожалению, еще одна тенденция последних лет, когда Россия принимает беженцев. И здесь вот в последние годы вы знаете, что этот процесс как бы двухсторонний. То есть кого-то принимаем мы, а кто-то из наших граждан отправляется жить и работать за рубеж. И это тоже достаточно сложные процессы. И вот о сложностях, о возможностях вот этих процессов мы тоже поговорим. С какими проблемами вы наверняка сталкиваетесь в многонациональных группах и классах? Наверное, вы уже столкнулись с тем, и вас искренне возмущает то, что родители не принимают участие в учебе, либо воспитании ребенка. Вот сейчас можно прямо ставить какие-то значки. Наверное, удобнее всего будет ставить огоньки. Вот слева от чата есть значок огонька. И если то, что я говорю про вас, то вы просто нажимаете на этот значок, и это будет некое такое всеобщее голосование. Вы увидите, насколько эта проблема актуальна для других коллег. Родители не обеспечивают условий для обучения. То есть у ребенка нет письменного стола, никто не заботится про форму, либо какую-то одежду для детского сада. Если это школьник, то нет времени для домашних занятий, не все констовары куплены. Если ребенок в детском саду, например, нет спортивной формы, шортики, чешки, нет красок, карандашей, еще чего-то. Дальше идет протест против неклассных мероприятий, конфликты между детьми в группе, когда дети коренных жителей начинают обзывать всякими нехорошими словами приезжих. Приезжие отвечают чаще всего кулаками, потому что там достаточно взрывной характер у многих людей. И конфликты получаются довольно болезненные. Но и следом за детьми в конфликты втягиваются родители, и тогда уже становится совсем грустно и плохо. Если это право, ставьте огонечки. Ну и, собственно говоря, для того, чтобы проблемы эти уменьшились, понятно, что нам нужно сделать. Во-первых, каким-то образом привлечь родителей к организации обучения ребенка. Объяснить им, рассказать им, как проходит обучение в Российской Федерации. Какие есть нормы, правила, как у нас принято относиться к учебе ребенка. Проинформировать о школьных правилах, о традициях и требованиях. И еще добиться, чтобы родители согласились с этими требованиями и их выполняли каким-то образом. Ну и, кроме того, им, простите, все равно. Можно без простите. В России может сложиться такое впечатление, и я скажу, почему. Мы смотрим все-таки на проблемы с колоколем разных культур. То есть, что-то еще нужно сделать. И часто бывает, что мы должны еще и чем-то поддержать родителей, может быть, чем-то укрепить родителей, для того, чтобы они стали поддержкой для своего ребенка. Ну и давайте немножко углубимся в психологическое значение миграции, в психологические законы миграции. Что происходит, когда человек принимает такое решение и отправляется жить в другую страну. Миграция, на самом деле, это не свойство нового времени. То есть, люди, освоив планету Земля, мигрировали во всех направлениях очень активно всю свою историю. Через границы, через континенты, вот хоть как. И в настоящее время 160 миллионов людей на Земле живут не в тех странах, где они родились. То есть, являются мигрантами. Ну и особенности миграции, секунду. Виды миграции бывают разные. И вот от того, как было принято решение о том, чтобы сменить страну, тоже очень многое зависит. Бывает добровольная миграция, когда люди все обдумали и решили, что да. Например, жена и дети переехали к мужу, который работает в Российской Федерации. Семья воссоединилась, и они начинают здесь жить, что называется, пускать корни. Это может быть учеба, когда люди приезжают учиться. Либо люди конкретно, добровольно идут на миграцию для того, чтобы получить лучшие условия работы. Ну, например, большую зарплату. И бывает вынужденная миграция, когда человек вынужден, помимо своего желания, уехать из своей страны. Политические беженцы, но таких не очень много. Потому что больше сейчас у нас беженцев из районов военных действий, разнообразных войн и беженцы из районов природных катастроф. То есть это могут быть катастрофы, случившиеся внезапно и сильно. Ну, например, случился какой-то лесной пожар или землетрясение, у людей ничего нет, и они переезжают к своим родственникам или знакомым. И это может быть какая-то длинная, долго длящаяся катастрофа, когда вот место жизни, оно становится непригодным для жизни, и люди оттуда постепенно уезжают. Ну, и как вы понимаете, разница в ощущениях людей будет большая. Ну, и кроме того, что еще влияет на психологию мигрантов, насколько они решили приехать. То есть человек понимает, что он приехал надолго, длительная миграция. То есть они переселяются, может быть, на целую жизнь и даже на жизнь нескольких поколений. Либо это люди, которые приезжают, ну, вот, немножко подзаработать, либо пересидеть тяжелые времена, и тогда у них будет совсем другое отношение к тому, чтобы адаптироваться в этой стране, в принимающей стране, скажем так. Ну, и эмиграция, как любой другой процесс жизни человека, он проходит через несколько стадий. То есть когда мы в своей жизни входим в какую-то новую ситуацию, любая новая ситуация будет разворачиваться по этому же сценарию. Первое – это эйфория. То есть человек переехал в другую страну и говорит, «Ой, как здорово! Тут цены такие, тут жилье такие, тут люди такие добрые, так все замечательно». И это касается всех. Кстати, тоже новая волна переселенцев и из России, и в другие страны тоже первые месяцы писала вот такие вот радостные записки, радостные комментарии. «Ребята, как все тут классно, тут тепло, хорошо, вкусная еда». Но это заканчивается часто через несколько дней, иногда через месяц или несколько месяцев, и начинается другая стадия. Это стадия разочарования. И это чисто физиологически, биологически оправданно. То есть когда человек переехал в другую страну, он потратил на это очень много энергии. Вот этот вот эмоциональный подъем, он связан с большой тратой энергии. И потом раз, так энергия падает, и появляется ощущение того, что опоры-то нету. Люди какие-то чужие, еда какая-то уже не очень вкусная, разочарование. Человек понимает, что столкнулся с трудностями разными, и, конечно же, настроение падает. И если вот этот процесс затягивается, у человека может случиться культурный шок. Слышали это слово, но не представляете, что это такое. Это сильнейшая тревога и ощущение потери сил, беспомощности при встрече с другой культурой. То есть человек в состоянии культурного шока, он не может действовать вообще. Ну и вы можете также столкнуться с родителями детей, которые находятся в состоянии культурного шока. Из рассказов коллег, то есть я перед тем, как готовить вебинар, многих поспрашивала и рассказы устные собрала. Она говорит, Ребенок не учится в школе в первом классе, он ничего, задания не выполняет, он ходит без формы. Я вызвала в школу маму. Мама смотрит на меня прекрасными глазами, пуговками, которые ничего не понимают. Она не знает русского языка, ей все это страшно, и она просто стоит как парализованная. Я ей говорю, что-то рассказываю, она говорит, ага, 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 и потом ничего не делает. Вот, то есть человек может просто находиться в состоянии культурного шока. Не все, вот смотрите, моя задача сегодня по большому счету показать, что все разные, разные национальности, разные личности людей. Поэтому с одной линеечкой ко всем не подойти. Сегодня постараюсь дать много линеечек. Так. Да, 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 вот про то, что вы сказали про мужчин и женщин, будем об этом говорить. Все справедливо, абсолютно справедливо, да. Чувствуешь себя в культурном шоке, да, и у нас, у принимающей стороны, тоже может случиться культурный шок, если воздействие на мигрантов будет, ну, такое вот, серьезное и сильное. Вот, ну, и по отношению к ассимиляции людей применяется вот такая модель айсберга, то есть, когда мы попадаем в страну или принимаем решение о переезде, то мы чаще всего видим, так сказать, гостевой вариант. Мы знаем, что такое есть язык, что есть искусство, литература, кухня. Это все как бы на поверхности, об этом много информации. Но мало кто говорит про ценности ориентиры, про отношения, например, к родителям и к детям, про какие-то религиозные вещи, про отношения мужчин и женщин, мальчиков и девочек. И это все очень по-разному. Но, уважаемые коллеги, например, я езжу по стране тоже, я спикер педагогического форума, поэтому мне приходится бывать в разных городах. И, например, Елена выслала какое-то сообщение, но, видимо, сообщение выслал ее кот или ребенок. Исправьтесь, пожалуйста. Хорошо? Вот. Например, будучи в сибирских городах, коллеги на форуме, в очень резкой форме, обсуждали проблему платков мусульманских, которые одевают девочки на занятиях. И просто была такая война между теми людьми, которые считали, что платок можно разрешить, и между теми людьми, которые считали, что платок нельзя разрешать. И, например, будучи в Казани, я такой проблемы вообще не увидела, потому что коллеги в Казани, практически все были тоже покрыты платком. И это было абсолютно нормально, то есть там этих проблем вообще не звучит. Про нацгруппы тоже будет речь, Игорь. Да. Это есть, это существует, это как бы обратная сторона процесса ассимиляции. Это когда человек не смог ассимилироваться, и он находит вот такой путь. Ну и сразу же скажу, что не все лежит в рамках психологии, то есть то, что мы можем делать, мы делаем, но и психологи в основном в своей массе не считают себя богами, поэтому мы делаем свою маленькую скромную работу, помогаем людям ассимилироваться, помогаем принимающей стороне лучше понимать тех, кто приезжает. Да, да. Вот смотрите, то есть, например, ну Казань же это Россия тоже, да. В Казани проблем с платком нет, в Сибири тоже нет. Ну и допустим, наши спикеры, когда выезжают в Кавказье, они сами одеваются так, как принято женщинам, да, то есть там головной платок и длинное платье, и это тоже нормально. Вот, смотрите, у нас тоже сейчас начнется некий спор, и мне кажется, это тоже нормально. Ага, смотрите, есть и другая ситуация, родители слишком ответственно относятся к образованию своих детей, слишком наряжают, слишком опекают, причем не в национальности дела. Вы правы, Ольга, потому что в одной национальности может быть много разных подходов. Я вот сегодня буду говорить про какие-то общие вещи, но вы должны понимать, что кроме менталитета, кроме национальности есть еще и личность взрослого человека, и это тоже очень важно. Следующая стадия, да, то есть если человек не впал в культурный шок, если он прошел вот эту стадию и нашел внутренние силы для того, чтобы продолжать жить в этой стране, тогда идет стадия ориентации, и человек начинает усваивать какие-то культурные моменты этой страны, ухватывать суть культуры, устройство общества. На этой стадии кто-то принимает решение уехать домой, ну и здесь очень часто, вот именно на этой стадии, люди чувствуют себя не очень хорошо физически, то есть достаточно серьезно это проходится. Но если эта стадия пройдена, человек нашел силы, тогда идет активная адаптация к новым условиям, ну и более-менее уже появляется уверенность и удовлетворенность с жизнью. Ну и пятая стадия, если человек как личность проявляет активность, проявляет гибкость, тогда человек может очень хорошо ассимилироваться в этой жизни, в нашей российской действительности и вполне себе хорошо жить. Ну допустим, я как бы одновременно нахожусь в двух культурных слоях, я живу в небольшом городе, потому что мне это удобно, работаю в крупном городе в Екатеринбурге, и я вижу, что там есть разные истории. Например, где-то есть история про то, что люди из Дагестана, из Закавказья, из Армении, с высшим образованием переезжают в Россию, и они устраиваются очень хорошо. То есть они, например, занимают должность доктора, даже руководителя предприятия или топ-специалиста на предприятии, и здесь уже на вопрос о национальности чаще не стоит. Вопрос стоит о том, какие знания и какие возможности есть у этого человека. И есть также рядом, я вижу варианты, когда люди абсолютно не устроены, то есть они не получают денег, которые хотели было получить, и у них ужасные бытовые условия, и как раз вот эти люди склонны к тому, чтобы совершать противоправные действия. Поэтому результаты адаптации, они могут быть разными, и они зависят как от обстоятельств, так и от личности. Ну и два варианта окончания адаптации. Первый – это ассимиляция, то есть человек вливается в культуру. А второе – это геттоизация, как раз то, что мы видим на окраинах крупных городов, по большей части, когда люди не могут влиться в культуру из-за своих личных особенностей, из-за стиля жизни, и по другим причинам, и они создают гетто, держатся кучками, и это вот как раз вот в этих гетто и возникает некое такое противостояние к культуре принимающей стороны. Это и про хиджабы, про закрытые лица у девочек и девушек, это про банды национальные, которые не дают прохода ни женщинам, ни детям, это про такую вот национальную преступность, это вот все вариант геттоизации. Опять-таки, для того, чтобы этого не случалось и случалось меньше, нужны усилия всех людей, ну и каждый понимает, что... Каждый понимает, что может сделать для этого. Ну, также каждый слушатель сейчас может, задумавшись, решить для себя, что я выбираю, какую роль вот в этом процессе, который неизбежен, и мы с ним сделать ничего не сможем. Вот такова жизнь, такова действительность. Что я могу сделать в этом процессе, чтобы жизнь была более гармоничной? Ну, вот мой выбор на сегодня прочитать вам эту лекцию и, может быть, сделать кое-что чуть-чуть понятнее. Немножко о детях-мигрантов. Здесь очень важно, в каком возрасте ребенка вывезли из своей страны. То есть, если это было до двух лет, тогда ребенок как бы рядом с мамой, в обнимку с мамой, и он не очень-то еще понимает, что происходит. Но опять-таки, раз он в обнимку с мамой, то он очень хорошо чувствует мамину тревогу и может там плакать, беспокоиться, капризничать, потому что мама себя так чувствует. Дошкольники. Дошкольники уже могут чувствовать себя достаточно сложно, потому что они остались без друзей, и еще ребенок, когда идет в детский сад из семьи, то он еще и остается без поддержки своей большущей семьи, и ему это очень сложно. Здесь важно сохранить часть с родиной и понять, что часть культуры, она всегда остается с человеком. Сложнее всего адаптируются школьники, особенно подростки, потому что там вот этот процесс адаптации, он кризисный, накладывается на кризис подросткового возраста, ну и в результате ребенку совсем-совсем даже трудно. Плюс еще добавляются проблемы обучения на неродном языке, который на минуточку нужно выучить, целый язык выучить, и еще как-то в культуру встроиться. Дети, вот смотрите, проблему какую вижу, их менталитет позволяет детям вести себя произвольно, то есть как они хотят. Да, такая проблема тоже есть. Типичные проблемы. То есть, во-первых, это ребенок с невротическими реакциями, то есть ему просто плохо и страшно. Когда ребенку плохо и страшно, он может себя вести двумя способами. Педагоги и психологи это знают. То есть, если ребенку плохо, то он будет либо бегать и кричать, либо сидеть в углу, молчать и бояться. Два варианта выхода из этой ситуации. И вполне возможно, что ребенок бегает и кричит не потому, что он невоспитанный, а потому, что ему очень страшно. Вот. Что еще? Протестные реакции и агрессивность. То есть, агрессия не на вас, не на детей. Агрессия вообще на саму жизнь, которая вырвалась корнями со своей местности и перетащила практически силой в другую местность. То есть, это вот просто физиологическая агрессия на то, что жизнь сменилась. Плохое знание привычек, традиции, норм, сложности со своением программы и потеря поддержки родителей. То есть, если ребенок живет в своей стране, в семье все нормально, он идет в детский сад, то его родители как-никак поддерживают, с ним разговаривают, его встречают из детского сада. Он вернулся из детского сада, у него счастливая мама, например, радостная. Они идут куда-нибудь гулять или в кафе. А здесь родители сами в шоке и в тревоге, и детей поддержать им нечем. У них нет ресурса для поддержки детей. Ну и часто еще родители семьи мигрантов, они как бы на детей свешивают обязанность быть проводником к новой культуре. Ну, дословно, ты же в школу ходишь, ты же язык учишь, давай нас тоже учи. И языку, и традиции. И в результате на ребенка сваливается еще вот эта вот обязанность. Вот, то есть клубок проблем, он такой большой-пребольшой. Давайте же начнем хотя бы с чего-нибудь разбираться. И начнем с того, что посмотрим, какой вообще присутствует национальный менталитет у разных народов, семейный уклад, и как с этим можно взаимодействовать. Ну и привожу цитату Стивена Кови. Сначала стремитесь понять, а потом быть понятым. Давайте попробуем все-таки при огромном количестве проблем и вашей абсолютно справедливой накопившейся агрессии и раздражения попробуем немножко понять. Итак, прямо пройдемся по национальности. Грузины и грузинские семьи. Грузинские семьи очень крепкие, и грузины обладают обостренным чувством национальной гордости, потому что, да, Грузия – это великая страна, это страна с очень длинной и такой очень славной историей. Напоминаю, что это христианская страна, да, и в каждой семье вот есть эта внутренняя опора на грузинские традиции, грузинскую историю. Грузины сочетают в себе такты вежливости и горячность и нетерпеливость. То есть они могут очень хотеть быть вежливыми, но вот этот вот темперамент, он может прорываться. Но, как правило, в грузинских семьях отношения со школой и детским садом достаточно тактичные. И здесь что может педагогов выбивать из колеи? Вот попробуйте это оценить, да, если у кого-то детки грузины были в группах и классах, когда человек идет, а за ним идет его славная история. И мы можем это считать как заносчивость. То есть, например, в менталитете русских людей, да, есть некая скромность. То есть мы стараемся не гордиться и наоборот прятать какие-то успехи, в то время как каждый ребенок грузин понимает, что он представитель вот этой вот славной, древней, огромной страны Грузии. Очень трепетное отношение в семье к порядку, к традициям, очень трепетное отношение к домашним обязанностям. Ну и, как правило, здесь проблем меньше, потому что грузинские дети, они очень вежливы, они очень воспитаны. Но, опять-таки, до того момента, когда кто-нибудь ненарочно или специально начинает задевать за национальную гордость, и тут уже горячность проявляется во всей своей красе. Армянские семьи. Прекрасные армянские семьи. Я сама сотрудничала с такими семьями, и детки учились у меня из армянских семей. Это обычно, необычайно крепкие семьи, в которых есть огромная любовь и привязанность друг к другу. То есть, это то, чему, может быть, даже можно позавидовать. То есть, там очень любят детей. И вот как раз вот эта любовь проявляется в том, что у них дети и одеты, что дети занимаются в кружках, что им дают дополнительное образование. Их очень берегут, особенно девчонок. То есть, их до школы подвезут, там от школы увезут. Им никогда не дадут выйти на улицу вечером в одиночку, если что, папа побежит встречать. То есть, над детьми, ну, можно сказать так, вот пекутся и такое слово квохчут. Ну, в лучшем понимании этого слова. Чем отвечают? Как правило, это семьи очень вежливые. Если не провоцировать. Вот, поэтому, что еще здесь, какие могут быть моменты? То, что для российского ребенка терпимо. Например, вы его громко и достаточно грубо окрикнули. Или, например, его кто-то обозвал, там, ты редиско нехороший человек, или что-то еще. Да, для российских детей это приемлемо, а для армянского ребенка это будет культурный шок. То есть, здесь обратите внимание на то, что нужно быть с армянскими семьями предельно вежливыми. И армянские диаспоры, они как раз, они же, ну, как бы диаспора есть, но это не гетто. То есть, диаспоры, они просто друг друга поддерживают в каких-то сложных ситуациях. Они помогают там жильем, деньгами, когда надо. Они пекутся друг от друга, они все друг про друга знают. И мне кажется, это очень хорошая форма поддержки. То есть, тоже с диаспорами армянскими я знакома. И это здорово. Так, читаю чат. У нас в школах девочки снимают хиджаб в школе, надевают, когда идут домой. Все отнеслись к этому спокойно. Прошкольные кружки дети хотят заниматься, родители против. Как быть в этой ситуации, если ничего плохого для их детей нет? Так. Почему никто не говорил о поддержке русскоязычных детей, которые родились в Средней Азии, потом вместе с родителями были вынуждены переехать в Россию? Причем бежали именно от тех, кого Россия сегодня так приветливо встречает. Им гражданство, пособие, пенсии, пожалуйста. А многие русские, когда они ждали этого? Смотрите, я не в силах решить политические вопросы. Понимаю и разделяю ваше возмущение. Вот правда, ничем не могу помочь. Кто-то когда-то не говорил о поддержке русскоязычных детей. Кто-то несколько лет назад брал представителей других людей в рабство. Кто-то просто убивал людей, которые пришли из другой страны. Но жизнь идет к тому, что все-таки при всем ужасе, который встречается в этой жизни, все-таки гуманизация, гуманность, она становится больше. Вот правда. Если проанализировать ситуацию, то да. Поэтому давайте любые процессы будем начинать с себя. И тогда жизнь по крошечке, по капельке будет изменяться. Азербайджан. Азербайджанцы. Очень храбрые, свободолюбивые люди, любознательные, трудолюбивые. Тоже национальное достоинство есть у людей Азербайджана. И они очень скромны. Пока не дойдет до конфликтов. Но вот азербайджанцы, они могут очень эмоционально реагировать на конфликтные ситуации. Но, как правило, они не агрессивны. То есть, ну, здесь очень сильно покричать, но не применять оружие и кулаки. Это в их природе. Здесь тоже очень важно соблюдать вежливость, соблюдать обещания с людьми этой нации. Ну, и, собственно говоря, очень радуются, когда их благодарят и хвалят. Сложности народа Закавказья. Вот, наверное, самый сложный культурный, культурная встреча, самая сложная, это народы Закавказья. Здесь у нас очень много культурных различий, но, конечно, это тоже нужно учитывать. Большое чувство национальной гордости за себя. Некая такая артистичность, стремление к самопрезентации, то есть, стремление себя показать. Очень взрывная эмоциональность. Ну, люди по темпераменту, они бывают разные, да. Но есть у психологов такая полушутливая байка, что, например, скандалы в разных семьях, они могут проходить по-разному. Например, семья из какой-нибудь североевропейской страны может два часа сидеть и перемолвится десятком слов. И это будет сильнейший конфликт. А итальянская семья перебьет всю посуду, покричит друг на друга, и это будет какая-то мелочь. И когда их спросят, чего вы тут ругаетесь и конфликтуете, они говорят, ну, вообще не ругаемся, мы какую-то вот такую проблемку решаем, простейшую бытовую, ну и все, никакого конфликта нет. Вот. Поэтому это очень яркие, очень эмоциональные, очень взрывные люди. Что здесь есть еще? Подчеркнутое внимание и уважение к старшим по возрасту, социальному положению и должности. Хорошая физическая подготовка и стремление к лидерству. То есть, особенно мальчишкам в Закавказье прививается с детства то, что он будет лидером, он будет воином, он будет вести за собой, он будет управлять, ну, по крайней мере, он точно будет управлять своей семьей. Вот что с этим делать? Смотрите, в чем здесь сложность, когда учительница женщина. Коль в Закавказье принято, что мужчины, как бы, управляют процессами, а женщины кивают, да, в ответ, то здесь позиция педагога женщины, она может быть немножко изменена, и тогда это изменит очень хорошо отношения. То есть, что нужно сделать? Нужно признать за этим ребенком право быть лидером, право принимать решения на каком-то своем уровне. Вот, конечно, показывая его границы, то, за что он не может выходить, но этим ребятам нужно дать возможность себя проявить, проявить себя ярко, проявить свой талант, свою артистичность, свое лидерство, и сделать это так, чтобы другие люди не пострадали, да, но смотрите, можно же проявлять себя в уличных драках, а можно проявлять себя, например, в конкурсе танцев, и так станцевать лизгинку на кончиках пальцев, как никто не сможет вообще перетанцевать. И это тоже будет лидерство, это тоже будет яркость, но она будет уже безопасна и даже полезна для других людей. Украинцы. Ну, и здесь я бы не стала вообще чертить какие-то границы, потому что вот то, что я говорю про нацию украинцев, это касается выходцев из ДНР, ЛНР, которые у нас соседают, например, на Урале, да, их много, и они тоже несут черты вот этого менталитета. И, собственно говоря, вот черты менталитета такого, они присущи и русским южным народам, и, например, когда с юга России перебираются к нам, но тоже россияне в Россию, они очень сильно отличаются от нас, северян. Так сильно, что иногда тоже бывает культурный шок, вот, и непонимание друг друга. характерные черты это воля, вольность, индивидуализм, стремление к демократии. Это обусловлено и климатом, и местом, потому что, например, в уральских лесах сказать, ну все, я с вами не играю, теперь я вольный человек, и пойти жить в тайгу, это равносильно смерти, поэтому, как бы, северным народам присуще, ну, такое желание быть вместе, быть вместе и подчиняться каким-то условиям коллектива. Если же ты живешь в теплой южной стране, это можно себе позволить. Вот, артистичность, яркость и смелость в характере, которые сочетаются с несколькой, некоторой расслабленностью, раскованностью, и мне кажется, что это, опять-таки, влияние на менталитет климата. Ну, вспомните себя, кто из северных регионов, когда приезжаешь на морюшко, на Черное море, вообще на юг, понимаешь, что начинаешь вести себя гораздо более свободно, медленно, плавно, расслабленно, и, ну, погода, она тоже на нас влияет. Вот, кроме того, расчетливость в деловых контактах, ну, и здесь, если говорить о семье, то женщина играет важную роль в семье, то есть здесь как раз женщины склонны принимать все решения, особенно те, которые касаются детей, то есть там папа работает, а мама занимается детьми, управляет семьей, детьми, иногда папой, ну, тоже в зависимости от семьи. Средняя Азия тоже достаточно сложно понимать, потому что там люди, ну, совсем другие, не похожи на нас. Они очень практичны, они очень рациональны, при этом они достаточно спокойны, рассудительны и сдержаны. И вот здесь вот у детей может проявляться такая скромность, которую они переняли от родителей, то есть они могут быть очень скромными, зажатыми, и мы считаем, что это некая такая робость и неуверенность в себе, в то время, как для ребенка все нормально, потому что в традициях его страны так себя вести это нормально. Достаточно стойкие люди и детки тоже достаточно стойкие, но и, к сожалению, выходцы из Средней Азии становятся как бы мишенью буллинга чаще всего именно поэтому, потому что они долго терпят, они привыкли с людьми общаться вежливо, в какой-то степени даже покорно, и они первое время не отвечают на буллинг. Достаточно замкнутые люди. Здесь тоже есть определенная разница узбеки доверчивые, доброжелательные, очень решительные, готовые прийти на помощь и очень осторожно воспринимающие чужаков. Туркмены вот здесь очень сильное отделение на своих и чужих, причем как бы в гости всегда пригласят гостеприимство на высочайшем уровне есть, но какая-то помощь и честность только для своих, то есть они со своими честны невероятно, а с чужими они могут проявить хитрость, обманывать и так далее. Но это как бы не считается преступлением. вот здесь важно стать своим, понять, что вы как бы на одной стороне. Киргизия прекрасная страна, я недавно там была, очень трудолюбивая, очень уважительное отношение к труду, невероятно спокойные и красивые люди, гостеприимное, уважительное отношение к другим народам, дружба, очень много вежливости, то есть такая очень приятная в общении разница. Да, отвлекаюсь на чат, но я думаю, что все это вплетается. Про советский период, даже вспоминаешь с оптимизмом. Смотрите, а почему в советский период было мало межнациональной розни? Конечно, были конфликты, какие-то стычки были, но в основном все было спокойно. Что транслировалось? 15 республик, 15 сестер, фестивали национальности, фестивали национальных культур, постоянно дети в национальных костюмах рядом на сцене, то есть что подчеркивалось, что в каждой нации есть что посмотреть, есть что перенять, есть что показать. И это было постоянно. И посмотрите, кто мешает в вашем собственном детском садике сделать кусочек Советского Союза, фестиваль национальных культур, фестиваль национальной кухни. Вот это будет очень важным воспитательным моментом. И ребенку, который приехал из своей страны, очень важно, чтобы вокруг его страну уважали. Пусть это будет национальные танцы, рассказ про свою родину, вот хоть про что, но дать ребенку показать, что его культура для вас тоже ценна. Ну и по большей степени, по большей части, вот это сейчас не касается вооруженных национальных банд. Это не про то. Ну вот много-много конфликтов, например, когда таксист, мигрант высаживает пассажиров, вот таких случаев много, или кто-то еще отказывается обслуживать и так далее. Они связаны с чем, когда начинают разбираться? Ну, например, в случае, когда девушку высадили из такси, она садится в такси и говорит, ты, дальше уже слова, которые точно в эфире не произнесу, глупый нерусский мальчик, я тебе сказала меня везти, ты и вези. А у человека за спиной его родина, многовековая история, его национальность, его семья, и взрывной темперамент. Все это вместе сложилось, пожалуйста, девушке пришлось выйти, она пишет жалобу, такой нехороший эмигрант меня из такси высадил. Правда, этого тоже очень-очень много. Интересно, в Африке еще теплее? Ну да, там и людей иногда едят, вообще замечательно. Везде свои особенности. Про Среднюю Азию еще немножечко. Там семья в основном традиционная. Что такое традиционная, то есть там мужчины работают, женщины ведут хозяйство и ухаживают за детьми. Так, это я рассказала. Да, вот сейчас просто семейные уклады посмотрим, как раз про Азербайджан, про Киргизию. Наверное, их вот это касается. То есть получается некая такая стабильная семья-система, в которой есть тесные семейные связи, есть защищенности друг друга защищаются, но там гендерные стереотипы, они очень сильны. Поэтому вот вопрос в чат. Например, если у вас детки учатся из Средней Азии и нужно пригласить ребенка на экскурсию и попросить за это денег, кому лучше обратиться из этой семьи? можете пока отвечать, можете посмотреть на ответы других людей, а я расскажу еще про другие семейные системы просто для сравнения. К мужчине, да, кому конкретно? к папе, да, к отцу, к папе, либо к дедушке даже, да, если потому что там часто дедушки еще принимают участие в учебе внуков. Вот. Так, по-моему, главный уклад жизни это вот про такси. Законы могут нравиться, может не нравиться хамство, да, то есть первое, наверное, вот первое правило, про правило еще проговорим, но первое правило это предельная вежливость. Когда вы начинаете общение, вы входите в общение с максимально возможной вежливостью к представителю другой культуры. Дальше, семейные уклады. Семейный уклад, который у нас распространен, был сейчас, количество таких семей уменьшается, но они еще есть. Это как раз население России, мнивое равенство полов, то есть это семья, в которой женщина работает, и она же делает всю домашнюю работу. У женщины есть возможность проявить себя как специалисту, но в то же время идет двойная нагрузка на женщину, и поскольку дети не видят, что папа что-то делает дома, они думают, что папа ленивый и вообще ничего не делает, поэтому падает авторитет мужчина. Демократическая семья веяние нового времени, и таких семей у нас все больше. Для нашего переходного времени это совсем неплохой вариант. То есть это когда родители работают, вместе делают домашние дела, и ребенок тоже часть своих дел делает. когда, например, папа может взять больничный или даже декретный отпуск, если мама больше папы зарабатывает, то есть здесь никто не говорит о том, что есть мужские роли и женские роли, каждый делает то, что полезно для себя и для семьи. Здесь есть опасности тоже, опасности в чем? Может быть размывание норм и правил, даже каких-то гендерных правил, разрушение традиций, ну и как бы не всегда ребенок чувствует себя понятно и безопасно в этой семье. Ну и для Средней Азии, для Закавказья характерна традиционная расширенная семья, то есть когда одним кланом, иногда на одной территории, иногда не на одной территории, но как бы объединены духовно и культурно, живет несколько поколений, то есть там дедушки, прадедушки, папы, дети, и там как правило авторитет у дедушки и у бабушки, поэтому у вас может случиться так, что ребенка приведет дедушка в детский сад и как раз дедушка будет в этой семье авторитетом. Вот, в этих семьях, смотрите, во-первых, нет личного пространства и там точно никто не будет заботиться, чтобы у ребеночка была своя личная комната, своя личная полка, там нет личного, там вот такой большой клан. Супружеская пара, папа с мамой, они могут быть несамостоятельны и они могут прислушиваться к тому, что говорят им старшие родственники. Ну и такая семья, она не очень адаптивная, такая достаточно негибкая. Пробежимся по семьям. Татьяна Викторовна, похоже, что я немножко задержу ничего, потому что информации много и я думаю, что разговоры в чате, они тоже важны, так же, как моя лекция. Хорошо. Семьи Средней Азии. Смотрите, семья в Средней Азии, она очень крепкая и у нее очень жесткие границы с окружающим миром. То есть в семью внедряться нужно очень аккуратно или вообще туда не лезть. То есть вы взаимодействуете на вашей территории. Там дети главное богатство, то есть детей любят, любят по-своему, вернее так, любят не по-нашему, а по-своему уважают и почитают мужчин. Молодые пары подчиняются старшим родственникам, они же получают помощь от родственников и практически разводов не бывает, об этом даже не думают. Но очень распространена многодетность, то есть детей у них может быть много, там до семи человек, ну и как раз это связано с тем, что братья и сестры там вместе все находятся, нет такого личного пространства. Если встречаетесь с семьей из Средней Азии, то здесь смотрите, ну это как бы не обязательно, но здесь нужно пощупать пространство, посмотреть, что представляет из себя папа, что представляет из себя мама, потому что на данный момент чаще всего ситуация такая, что папа уже адаптирован, он здесь лет пять прожил, заработал какие-то деньги в России и перевез себе жену с детьми сюда. Отвечу Светлана, вот, то есть может быть лучше пообщаться с мамой, потому что папе там некогда и мама будет общаться, но в любом случае относимся уважительно, да, и какие-то вещи, ну понимаем, что это так будет, да, что они не переделаются, главное, чтобы не нарушали основные наши законы. Пока на законодательном уровне не решат вопросы обучения мигрантов, все наши вебинары и лекции приедут, полемика, на авторитеты мнимые, ребенок, умеющий хорошо танцевать лескинку и так далее, все это не пришлешь ни к оценкам, ни к экзаменам, которые они сдают на два. Не всем, например, вот, честно, город забыла, сегодня смотрела прямо о поле, в каком-то небольшом городке ЕГЭ, ну там, то, что называется стубальники, стубальница одна девочка из Таджикистана, таджичка, русский второй язык, поэтому смотрите, что хочешь увидеть, то и увидишь. А как все-таки реагировать на невежливость всех этих нерусских людей? Знаете, что, я вот, честно скажу, не знаю, я общаюсь с разными людьми, я ни разу не столкнулась с невежливостью, честно, правда. ну вот, точно, ни один таджик, ни один киргиз никогда не нахамил. Вот. Невежливые люди есть в другой нации, то есть, ну, для себя я решила, что, когда я вхожу в общение, ну, вообще с любым человеком, неважно, какой он национальности, я вхожу предельно вежливо. Да, разные варианты есть у русских детей и есть у детей мигрантов. то есть, вот минимум, который мы можем сделать, обезопасив этим себя даже в большой степени, наверное, максимально вежливо, да, отвечать другим людям. Вот, как бы, смотрите, голос с другой стороны. Мне пришлось с Северного Кавказа переехать в центр России. Столкнулись с грубостью и неуважением старших. Такого почти нет в Сибири на Дальнем Востоке. Там люди добрее, более учтивые. Спасибо. То есть, это так, да, это так, то есть, люди разные, ну, и, например, из личных наблюдений, когда я вела учебу в русском доме в Казахстане, после, ну, вот, прежде всего нас встретили подарками, то есть, учебу ведем в разных городах, в русских городах такого не было нигде. В Казахстане принесли полные мешки подарков, грамоты, грамота лежит у меня, я на нее любуюсь, на букеты цветов, а после учебы, каждая, каждая из трехсот участников учебы подошла, пожала руку и сказала спасибо. Каждый человек. Вот, то есть, это тоже какие-то невероятные вещи, ну, и, будучи в разных странах, я не сталкивалась с грубостью местных. Вот, ни в Казахстане, ни в Киргизии я с этим не сталкивалась, правда. может мне так везет, может я так себя везу, поэтому я думаю, что многое зависит от каждого человека. Движемся дальше, хорошо? Родительская забота. Вот смотрите, где мы можем как бы не стыковаться со семьями из Средней Азии. Что они считают? Во-первых, они считают, что человек должен научиться трудиться прежде всего. Алгебра, геометрия, это уже вторым номером программы. А первое, что человек должен быть, во-первых, трудолюбивый, во-вторых, он должен быть очень уважительным по отношению к своим старшим родственникам. Ну, и основные траты не на детей. То есть, там нету где-то центричности, и это вас может шокировать по сравнению с русскими семьями. То есть, дети там обеспечиваются по минимуму. Да, они одежду донашивают, одежду перешивают, основные траты идут на то, чтобы обеспечить кормильца. Ну, и правда, там денег не столь много обычно бывает, чтобы обеспечивать всех одинаково, поэтому обеспечивают кормильца. Конечно же, пространство дома для ребенка не выделяется, у них нету в этом надобности, потому что они, живут на одном пространстве. И, конечно, никто там с развивашками носиться не будет, хотя детей отдают в кружки и секции, дают на дополнительные занятия, но нужно договориться с родителями и дать понять, что ребенку это будет нужно. Для каких целей? Может быть, даже для ассимиляции. семья народов Кавказа. Следующее. Здесь, что очень важно, это то, что женщины подчиняются воле мужчин. И мужчины, вот как бы другая сторона медали, мужчины берут на себя ответственность за жену и детей. Вот правда, с одной стороны как бы подчинение, а с другой стороны женщина максимально защищена. Когда собирают педагогические форумы, то часто приходится разговаривать не с педагогами и женщинами, а разговаривать с их мужьями и просить, чтобы жену отпустили на форум, потому что ей будет это нужно и важно. Вот так тоже бывает. Дети подчиняются воле отца. Здесь приветствуется почитание старших, скромность и трудолюбие. Здесь же в этих семьях достаточно взрывные и агрессивные дети. Есть здесь в этих семьях тоже своя философия, что нужно ребенку. Хорошее образование, трудовое воспитание и нужно ребенка строго контролировать вне дома, то есть особенно девчонок. Мальчишки более вольные, а девчонки они контролируются очень сильно. То есть скорее всего закавказская девочка, если это в школе, то она будет ходить на уроки и дальше она будет уходить домой, не оставаясь ни на какие экскурсии, ни на кружки. А мальчик, может быть, мальчику можно даже это будет. для чего? Во-первых, мы же еще и про детские сады и про школы говорим, отвечая за чем понимать психологию другого человека, но во-вторых, понимая психологию, можно договориться и объяснить, зачем человеку образование. Либо выстроить систему так, чтобы без конфликта ребенок получил то, что семья считает нужным ему дать и уже освободил вас от своего присутствия как можно быстрее. Армянские семьи. Папа глава семьи, но здесь уважение к женщине и если папа голова, то мама шея и здесь в армянских семьях нужно и важно говорить с мамами, потому что мама как бы идеологический центр семьи. Детей в детстве балуют, к мальчишкам относятся строго, но девчонки, когда подрастают, там тоже строгий контроль за девочкой и будут очень сильно фильтровать дополнительные занятия и вообще тематику занятий. То есть полезно это будет для дочки, либо нет. В армянских семьях принято заниматься искусством, поэтому они часто в художественной школе, ты у детей в музыкальной школе, ну и как я уже говорила, дети достаточно послушные. Грузинские семьи вот очень похожи на армянскую, то есть здесь роль женщины, она очень важная, но это роль такого эмоционального идеологического центра семьи. Есть традиционное разделение обязанностей, есть понимание, что женщина должна быть очень хорошей хозяйкой, суперхорошей хозяйкой и трепетное отношение к детям, поэтому грузинских детей ругать не стоит, нужно говорить, да, у вас прекрасный ребенок, все, это замечательный, талантливый ребенок, но вот это он сделал не очень хорошо, давайте подумаем, как-то переделать, ну вот примерно в таком ключе, ну собственно говоря, вообще про всех детей неплохо об этом говорить, ну и в начале знакомства с семьей другой национальности, что важно выяснить, так, литературу по теме, семьи из Дагестана, да, вот смотрите все, что я сказала по народу по народам за Кавказье, то же самое, так, так, я дискуссию уже оставляю на ваше усмотрение, дискуссию в чате отвечаю на вопрос, хорошо, там не успеем, вот, литература, как бы вам лучше передать, давайте я сейчас, когда Татьяна Викторовна будет завершать, то есть, когда я закончу вебинар, и Татьяна Викторовна будет говорить оргмоменты, я прикреплю литературу в файлы, и вы ее заберете, Татьяна Викторовна, так можно будет, потому что у меня есть несколько интересных книг и статей, я могу ими поделиться, вот прям, прям быстро, вот, значит, по семье выясняем, кто будет принимать решения, с кем взаимодействовать с семьей, ну, и уже, как бы, может быть, интуитивно, может быть, на основании знаний подбираем стиль общения с родителями, Ну, и примерно вот такая вот модель работы должна быть, то есть, вначале мы выявляем проблемы, вообще выявляем особенности, потом может быть групповое консультирование, индивидуальное консультирование, когда мы входим в контакт, и затем уже привлекаем родителей к совместной деятельности. Здесь я привожу примеры вопросов, которые можно бы задать родителям, которые к нам приехали, да, то есть, вопросы, которые вам помогут, ну, как-то наладить связь с этими детьми. Так, по поводу возмутиться, мы подстраиваемся под приезжих, мне кажется, мы все-таки ищем контакт всегда со всеми, вот, просто здесь это будет немножко другой контакт. Но и в конце концов, попробуйте себя представить в обратной ситуации, например, вы решили поработать в другой стране, да, вот, переехали с семьей в другую страну, вы отправили ребеночка в местный детский сад или в школу, да, и там родители, воспитатели говорят, до фона вас вы приезжие, давайте мы не будем под вас подстраиваться, вот, жмите как хотите. Вот, ну, вот, можно просто задуматься об этом тоже. Значит, вопросы для анкетирования. Здесь я привожу языковые особенности, кто у нас владеет русским языком, что важно еще проговорить на каких-то встречах, на консультациях, как ребенка адаптировать. Обязательно говорим про требования и законы школьные детсадовские, как принято общаться, то есть, не дожидаясь никаких конфликтов, мы просто семьям говорим, ребята, у нас общаются вот так и так и так. Это принято, это не принято, постарайтесь, чтобы у ребенка этого не было. Это важно. Проговариваем про традиции и праздники, проговариваем про то, что есть какая-то внеклассная работа, если вы в школе, и проговариваем, как мы можем еще поддержать. Индивидуальные встречи и консультации. Прежде всего, что происходит? Мы устанавливаем доверие, рассказываем о том, как проходит консультация, относимся вежливо и с уважением, ну и снимаем некую тревогу. То есть, допустим, в Средней Азии про психологов никто не знает, и там не принято, да, не принято обращаться к психологу, поэтому нужно рассказать, почему так, или почему педагог беседует с ними один на один. узнаем об обычаях семьи, ну вот это правда не очень сложно, да, узнать, как у вас принято, но затем убережет от многих неприятностей. Не настаивайте, если у человека нет желания рассказать, ну и кроме того, что мы всегда понимаем, что есть менталитет, есть нация, есть еще индивидуальность человека, и люди очень разные. Юлия, спасибо, да, то есть вот межнациональные семьи, это как раз про умение выслушать другого, рассказать о себе и найти точки соприкосновения. Вот, не навязывайте свое собственное определение семьи, ну и например, никому не приходит в голову, приехав, тоже казались, сказать, женщина, что уходит, в платках, давайте снимайте свои платки поскорее, да, ведь не приходит нам это в голову, ходят так, как считают нужным. Если это никому не мешает, никого не задевает, вообще все нормально, поэтому, если у вас представление о семье, что папа и мама равны, а к вам приходит семья и общается только папа, не старайтесь вытянуть на разговор маму, бог с ней, пусть она занимается своим женским делом, а вы вежливо, уважительно общаетесь с папой по каким-то финансовым вопросам, по вопросам важным для ребенка и для семьи, понимая, что мама некомпетентна решать эти проблемы, у них так принято. Вот, ну и можно приходить, позволить, чтобы на встречу приходили сразу, например, папа и мама, может быть, там дедушка с бабушкой, если это в семье принято. Ну и коммуникативный стиль. Продумайте свой стиль и когда объясняете что-то важное, не объясняйте с такой точки зрения, что ты тот неумный человек и нерусский человек ничего не понимаешь, поэтому мне приходится тебе пару раз еще объяснить. Мы подчеркиваем, что да, у нас есть различия и мы сейчас будем вместе работать на то, чтобы понять друг друга. Вот, это важно. Ну и, как я уже проговорила, чем быстрее мы включаем родителей в воспитательную деятельность, тем лучше для нас, тем интереснее для нас и для наших детей. В конце концов, наши дети точно не будут жить в своем городке, они точно будут путешествовать по миру и точно будут сталкиваться с тем, что есть люди разной культуры. Спасибо, Татьяна. Да, есть люди разной культуры, но есть ценности, которые важны для всех. Уважение, вежливость, спокойствие, да, уважение к традициям, уважение к разным культурам, уважение к своей культуре тоже обязательно. И вот в этом поле мы начинаем работать. это все, что я хотела сказать. Я очень рада, что у нас был такой активный чат, ну и рада, что мы, может быть, пришли, но кто-то пришел к мнению, что все-таки надо лучше понять людей других национальностей, кто-то об этом хотя бы задумался. проблема с питанием, мы это не едим, готовьте отдельно, мы же платим. С русскими таких не бывает проблем. Вот честно, вот правда честно. Я просто с детьми работаю на выездных и, допустим, вполне себе нормально заявить, что девочка ест кашу на воде, без масла, там рыбу не ест и что-то такое. Готовить отдельно, конечно, перебор, но вот здесь нужно понимать, что да, вы это не едите, давайте будем думать, как кормить вашего ребенка. Вот. История напоследок, чтобы все расслабились. Итак, небольшое кафе, в кафе работают русские повара и посуду моет узбечка средних лет. Кафе, значит, официант кафе не очень вежлив разговаривает с посетителем, посетитель решил вернуть курочку, которая ему показалась не очень свежая. Официант сказал, да ну, она вот еще два часа назад бегала, мы вам ее приготовили, ну и ешьте эту курочку, деньги ему не вернули, блюдо не заменили. Оказалось, что человек из СЭС и на следующий день в кафе пришла внеплановая проверка. Короче говоря, кафе пришлось очень долго выбираться из этой ситуации и в какой-то момент все поняли, что женщина узбечка оставила мыть свою посуду и в кабинете директора дает вполне себе дельные юридические советы. И спрашивает, да как так? Она говорит, так у меня два высших, одно из них юридическое. Я в этом во всем хорошо разбираюсь и сейчас готова вам помочь, потому что вы меня приняли и ни разу не обозвали нехорошим словом в вашем кафе. Но ее правда там приняли в рабочий коллектив и все. Вот такая вот история напоследок. Ну и, уважаемые коллеги, ситуации бывают разные. И мне кажется, все-таки много зависит от нас, людей, как мы себя поведем, во-первых. Ну, во-вторых, разные национальности это не только проблема, но это еще и много интересного. Наша жизнь, наша земля бесконечно интересна, разнообразна, но ей, наверное, грех не воспользоваться этим разнообразием и не посмотреть, а как там бывает у других людей. Давайте на этом поставлю точку. Вопросы можно еще задавать. Сейчас посмотрю, есть ли вопросы. Вижу вопросы. Так, актуальная тема. Спасибо. Все. Больше вопросов не вижу. Вы знаете, наверное, вот по поводу чата, мне кажется, что это было важно, было важно сюда прийти не только за тем, чтобы меня послушать, но еще и поговорить, что-то высказать. И я думаю, что в чате тоже было много полезной информации, много точек зрения самых разных. И это было очень здорово. Давайте на этом остановимся. Ну и сейчас, пока Татьяна Викторовна рассказывает вам важные, полезные вещи, я постараюсь прикрепить дополнительную литературу по этим проблемам. Я на этом заканчиваю трансляцию, но остаюсь с вами и буду рада видеть вас на других своих вебинарах. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok